Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Начало третьего в Москве. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, замечательное крымское солнышко Лиза Калинина и не только друзья. Мы с радостью представляем нашего гостя. В студии у нас находится артист театра и кино Сергей Стёпин. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое, что пригласили. Мы с удовольствием. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что я только-только, скажем так, из фонтана. И сейчас после эфира опять фонтан. Что это? Расскажите, пожалуйста. Сегодня же день пограничника. Понятно. Мы поздравляем всех еще раз. Вы были погранцом. Да, я пограничник. Мы вас поздравляем. Хотя бывших пограничников не бывает. Поэтому я хочу поздравить всех своих однополчан и всех пограничников с профессиональным праздником. Кстати, сегодня 100 лет погранвойск. Поэтому я поздравляю всех. Где служили, Сергей? Я служил на тогда еще СССР и Китай. Китайской границе. Вот это да. Да, я больше того. Я служил еще и в оркестре. Я служил в кавалерийском отделении. У меня была своя лошадь. Я скакал там, охранял границу. Вот почему у вас такие блистательные роли. Практика большая была. Да, и это тоже. Что касается ролей, дорогие друзья. Вот говорят, что летом в театр вообще не пойдешь, потому что якобы сезоны заканчиваются. Все уезжают на гастроли. Или в отпуск на юг, куда-нибудь уезжают к морю. Но есть возможность летом в июне сходить на хороший спектакль. Да, дорогие друзья, 12 июня для нас подготовлен сюрприз. Спектакль «Слуга двух господ». Вот Сергей нам сегодня расскажет об этой работе. У него одна из главных ролей. Вообще такой состав актерский блистательный. Да. Яркий достаточно. Я, может быть, попозже назову имена. Хотя, почему попозже, можно и сейчас назвать. Это Олеся Судиловская. Это прежде всего наша замечательная актриса. Красавец. Прекрасный человек, в том числе Валера Еременко, Володя Капустин и другие. Ну, просто замечательно. Но это, может быть, не самое главное. Самое главное то, что уже лето, я понимаю, хочется куда-то уехать, отдохнуть и так далее. Но Москва такой город, что работает круглогодично. И вот для тех людей, которые в Москве, которые, может быть, для кого-то жарко и хочется отдохнуть, но прежде всего получить заряд хорошего настроения, это тоже немаловажно в жизни. Абсолютно. Мы согласны. Поэтому я приглашаю всех радиослушателей, кто нас видит по ТВ, на наш спектакль. Это прежде всего желание, наше желание поделиться хорошим настроением. Потому что, во-первых, это комедия. Во-вторых, замечательные артисты. Но отдельно я хочу сказать о том, что у нас, конечно, такой подарок у нас в нашей труппе, это замечательный режиссер Нина Чусова. Я первый раз с ней работаю. Вам понравилось, я смотрю, очень даже. Очень, очень, очень. Потому что я сразу вспоминаю такой, знаете, у меня спрашивают часто корреспонденты о том, что, Сергей, какая у вас мечта, что вы хотите сыграть? И вот на поверку я вот честно говорю о том, что вот сейчас у меня нет такой роли, которым я хотел сыграть. Я хотел и хочу работать с хорошими режиссерами. И это как раз действительно тот случай, моя мечта сбылась. Нина Чусова потрясающий художник, потрясающий человек, замечательный режиссер. И, вы знаете, вот это всех артистов, декораций, она все как бы слепила, сотворила такой компонент, что нам внутри интересно. То есть вам комфортно, вам интересно друг с другом. Очень комфортно, импровизационное состояние. То есть мы можем что-то где-то добавлять, где-то уходить от какого-то, потому что все Нина нам вот дает. И мне кажется, это редкостное. То есть в случае, когда ты получаешь удовольствие от всего. Поэтому я и начал с этого. 12 июня приходите на наш спектакль, и мы поделимся хорошим настроением. Сергей, трактовка произведения классическая, то есть там костюмы. Ну я бы не сказал, текст тоже. Хотя Нина, да и мы тоже понимаем, что это гальдония, понятно, перевод. 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 Поэтому какие-то вольности допускаются. Потому что одно дело перевел переводчик, другое дело мы можем... Смысл немного эти же... Перевели вы? Да. И потом еще мы переводим. Оптимизировали. Оптимизировали, да. Еще режиссер переводит, еще артисты переводят. Ваша роль? Моя роль тоже очень интересная. И такой... Король, который в тени, скажем так. Серый кардинал. Серый кардинал, да-да-да. Хотя вроде бы как-то там очень... Мы пытаемся еще в то же время осовременить. Открытый, замечательный человек, но... С двойным дном. Но с двойным дном, который в то же время взяточник. И воздает себя за то, что хочет очень участвовать в судьбе, но за определенную плату. Конечно, это фантастическое произведение, друзья. Вы понимаете, такого не может быть на самом деле. Так что, друзья, мы всех приглашаем. 12 июня театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Все случится в 19 часов. Еще есть возможность попасть. Билеты в интернете, друзья, заказывайте. Все еще есть. У нас есть необходимость сделать небольшую паузу, после которой мы вернемся. Сергей Степин в гостях у «Страны.ФМ». Будьте поблизости. Лучшее в стране. Друзья, замечательный Сергей Степин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Артист, который 12 июня выступит в одном из многообещающих спектаклей. «Слуга двух господ», режиссера Нины Чусовой и, собственно... Театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Да, и причем можно будет не только москвичам посмотреть эту постановку. Немного вот об этом, Сергей, когда, чего, куда. Будут гастроли. Потом? Да. Потом. Да, конечно. Расскажите. Ну, вы знаете, я тву-тву-тву, как вот наперед не говорят, конечно, но я хочу сказать сейчас, что мы с большим удовольствием репетируем. И тву-тву-тву, опять-таки, мне кажется, что спектакль уже, уже как бы рождается, уже рождается. Хотя, знаете, каждому спектаклю перед премьерой всегда не хватает 5 дней, недели для того, чтобы дойти до совершенства. До идеального такого состояния. Ну, это как бы дело времени, что театр обязательно должен обкатываться на публике, смотреть, как чувствовать, друг друга почувствовать, как-то все вот, может быть, что-то изменить, может быть, что-то добавить, прибрать и так далее. Затем, как я слышал, продюсер, конечно, это замечательный продюсер Рустам Мусаев. Вот, он, конечно же, такое что-то скрывает, что-то готовит, вот, интригует, конечно же. Вот, но тем не менее, я знаю, что планы есть и поехать по стране, обязательно показать это, в Москве, само собой, и даже поехать за границу. Вы так трепетно отзывались о работе режиссера в данном случае. Вообще, когда столько лет в профессии актер, есть вот эти амбиции или какое-то видение, даже дело не в амбициях, видение, чтобы самому режиссировать, что-то смотреть, тем более уважив. Есть такой опыт, видение? Какие планы, в общем? Да, есть такое, конечно. Знаете, может быть, всякий артист, который проработал там достаточное количество времени в театре, уже обрастает определенным опытом, определенным видением. Ну, и снимался, да? Конечно, и в кино, и в театре. Вот, и, естественно, если актер ставит спектакли, то это скорее опыт, а не талант, скажем так. Ну, непрофессионально. А почему бы не совмещать его, может быть, и опыт, и талант? Может быть, да, конечно. И, естественно, я не мог пройти мимо, и я пытаюсь, и пытался, и пытаюсь ставить тоже. Я поставил на своей родине в Туле спектакль. А в театре драмы там, да? Нет, у моих друзей есть частный театр. Вот, интересно. Я ставил на своих друзей, также я ставил новогодние сказки в Москве. Вот, это тоже, кстати, очень... Такой опыт интересный. Да, очень требовательный зритель, потому что это дети. А дети, знаете, скуки не прощают. Ну, да. Это взрослый человек может посидеть, позевать по себе. Потерпеть что-то. Да, прикрывая рот рукой, скажем, ну, а дети нет. Нет, а если им что-то неинтересно, всё, они тут же переключаются на свои какие-то игрушки, видения, отношения, ха-ха, хе-хи и так далее. Вот. Ну, вот, несколько раз меня приглашали, и я ставил с большим удовольствием. Ну, в общем, будете практиковать и дальше. Да, да. Супер, будем следить. Что касается нашего замечательного и любимого сериала ЧОП, расскажите, как вот строилась ваша роль, да, как она формировалась. Этот человек, которого мы обожаем, и благодаря этому, наверное, у вас берут автографы все руководители службы охраны торговых центров. Да, конечно, конечно. Да, было много случаев, кстати, забавных. Да, серьёзно? Когда мы сидим где-то в кафе, где-то мы сидим в кафе, и нас обслуживают, и одна официантка смотрит на меня, и смотрит, и я понимаю, как бы, ну, наверное, автограф сейчас возьмёт, ещё что-то такое. Она ко мне подходит и говорит, извините. Я говорю, да, 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 а я вас знаю. Я говорю, в смысле? А вы же охранник в нашем супермаркете. Я говорю, подождите, мы всё перепутали. Ну, это классно, это же тяжело ценка. Альев Борисович не охранник, а руководитель. Да, да, да. И вы знаете, конечно, охранники, это... Вот мне по жизни так. Потому что я... Ну, был такой сериал «Ранетки», я там тоже был охранник. Потом вот Чёп охранник. Но уже руководитель кедра всё-таки. Руководитель, да, да. Вот как-то это по жизни. Наверное, это о чём-то говорит, стоит задуматься. Но, тем не менее, вот какое-то такое... Я иду по предназначению, по охране. Ну, подсматривали, чтобы этот образ сформировать хотели? Вот за работой реальных профессионалов наблюдали, как это всё было? Ну, знаете, на самом деле, нет. Я как-то для меня вот сформировался этот образ. Потому что у нас же полстраны охранник. Понимаете? И руководители причём. Да, да. И каждый охранник мнит себя руководителем. Да, да, да. Вот. Может быть, тот же Лев Борисович из Чёпа не всегда и не везде соответствует охранникам, так сказать, начальнику. Зато он человек душевный. Но попытка быть начальником, это уже интересно. Это такая абиция, конечно же. Вот. Было очень интересно. Класс. Вы с ребятами общаетесь вне съёмочной площадки? Потому что, ну, в кадре смотрится, что вы очень дружны, по крайней мере, в коллективе, вот в этом охранном предприятии «Кедр». А вот за съёмочной площадкой насколько... Хватает времени вообще. Знаете, вот одно из огромных событий, которые у меня никогда не было, то, что подборалась такая команда, но вот у меня больше в жизни, в театральной, так сказать, карьере такого не было. У нас только близки по духу люди. Да, абсолютно. Насколько мы были как-то вот единение. И это чувствовалось, мне кажется, и через экран. Конечно, общаемся. Конечно, общаемся. Встречаемся, увы, редко, потому что каждый как-то, так сказать, работает, свои дела, я всё понимаю. Но поздравляем друг друга с праздниками, с днём рождения. Вот сегодня можно поздравить, кстати, День пограничника, так или иначе. Ну, у меня нет больше пограничников там, в этой команде. Ну, понятно. Можно вы же говорите, поздравляйте с праздником. Да, 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 да. Поэтому, конечно, конечно, у нас такое единение даже осталось. Больше того, не только артисты, не только наша команда, но и, как бы, цеха, гримеры, костюмеры, режиссёр, авторы. Там, всё это такое осталось. Ой, это такое наслаждение, мне кажется, когда такой проект попадается, да, когда все такие дружные. Это редкостно и... Дорого, очень ценно. Мне, конечно, очень жаль, что это всё прекратилось, потому что, мне кажется, мы могли бы развить эту историю. Мне кажется, нас сейчас смотрят, слушают продюсеры и, возможно, что-нибудь... Записывают, фиксируют. Может быть, может быть, и я просто двумя руками за. Стёпин за. Запишите, Стёпин за. Дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, после которой вернёмся. Друзья, замечательный актёр театра и кино Сергей Стёпин сегодня пришёл на Страну ФМ. И мы разговариваем о кино, разговариваем о театре и не только. О профессии актёрской. Конечно, вообще. Что интересно, вы учились в Саратовском государственном театральном институте. А вообще Саратов – это богатая земля, которая подарила нам таких актёров, мэтров оттуда. И Табаков, Янковский, Миронов, Евгений. Женя, да. Вот как так получилось, что выбор пал именно на Саратовский театральный институт? Ведь вы родом из Тулы. Могли поехать и в Москву, и в Петербург учиться. Я мог и поехал. Да, я мог и поехал. Больше того, я даже поступал и в Москву, естественно, и поступал в Нижний Новгород. Так. Это тогда было училище в Нижнем Новгороде. Но, знаете, я не поступил. Я не поступил. И мне сказали, Сергей, вы где-то временами говорите в нос. А у меня какие-то там простуды было, бокс, что-то перегородка там в носу, что-то такое. Вот. Я приехал в Тулу, не поступил, взял свою волю вот так в кулак, пошёл в больницу, говорит, ломайте мне перегородку носа. Вот, мне говорят, Сергей, зачем? Что у вас? Вот так у вас прекрасный нос. Я говорю, ломайте, ломайте. Какая мечта была, да, сильная? Мне сломали. Сломали. Я сказал им спасибо. И через там два года я поступил в Саратов. Ну, вообще же очень сильная школа, Саратовский институт. Да, да, очень хорошая. Не знаю, как сейчас, но вот в то время. И сейчас такая же, да, потому что хорошие педагоги. Вы знаете, мне кажется, там именно занимаются профессии. Очень хороший педагогический состав. Потому что очень важно им выучить профессионалов, вернее, сделать профессионалов. Не столько как бы отчитаться, но показать какую-то яркость от человека, сколько чтобы человек освоил профессию. Мне вот что интересно. Сейчас такая пора майка, когда очень много абитуриентов. Понятно, что в театральные вузы каждый год, несмотря на кризис, по 200 человек на место. Вот вы говорите, поступили через два года. Откуда такая мечта вас поселилась? И вы вот так упорно пошли к этой цели, ни на что не размениваясь, не бросили профессию. И на музыку тоже не разменивался. Хотя был шанс стать музыкантом. Ну вот, тем не менее, стали актером, поступили. Как так вас не отговорила судьба? Трудно это, наверное, как-то сформулировать. Дело в том, что я ничего другого себе не представлял. Вот просто не представлял. Только это, да? Мне казалось, а как это? Наверное, так и рождается мечта. Она не просто как бы, она родилась. Потому что был период, когда я не знал, чем заниматься. Я там после школы не знал, чем заниматься, например. Где-то это копилось, безусловно. И то же самое сейчас у моей дочери, у Галафиры. Такой период, 17 лет. И она не знает, куда себя приложить. И я говорю, Глаша, очень просто. Очень просто. Нужно каждый день себе задавать вопрос. Своему какому. Где я хочу приложить свои силы? В чем моя мечта? И обязательно, обязательно, через какой-то промежуток времени, ну, скажем так, организм, ты поймешь это. Но нужно обязательно ставить вопрос себе. И всем тем ребятам, которые еще не определились, я хочу именно такой дать совет. Ребята, задавайте себе такие вопросы. Не отвечайте. Вы поймете. Со скольки лет начинать? Со скольки? Ну, лет с 12, если не раньше. А когда не получается, как не наступить от цели? Вот ты понял, что твоя мечта не наступила, не получилась. Кто-то что-то сказал. Ну, разные могут быть отговорки вообще по жизни. Мотивацию где взять? Да, да, да. Как идти к своей цели и верить в себя по-прежнему? Ну, знаете, когда я очередной раз не поступил в театральный институт, я пришел забирать документы, и там сидел педагог, который помогает документы забирать, потом кому-то отдавать. Я был в таком состоянии, он, видимо, увидел это, почувствовал, что я был, не знаю, как это... Подавлен. Шокирован. Да. И другие, другие слова, да, 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 да. И он мне сказал, ты успокойся. Если ты хочешь поступить, ты поступишь. Класс. Подержал. И вы знаете, это действительно так. Если по-настоящему хочешь, то, конечно, поступишь. Да, по-настоящему хочешь поступить. Вы сказали про Глафиру. Что с Мироном? Как у него сейчас? Какие мечты, планы? Ну вот, знаете, я поехал... Сколько лет Мирону сейчас, скажите? Мирону пять с половиной лет. Ух ты! Да, лет. И дело в том, что я поехал к вам сюда. Да. А Мирон пошел выступать. Куда? Да, он и танцует, и говорит стихи со сцены. И больше того... Артист. Да, артист. Ну, артистические какие-то вот моменты есть. Нет, самое главное, не то, что артист, не артист. Это ему доставляет удовольствие. Он выходит на сцену, вот год назад, когда ему было четыре с половиной, он был соведущим отчетного концерта. То есть это порядка около полтора-два часа он вел вместе со взрослыми ведущими, он вел вечер, отчетный концерт, выучил все наизусть, и я смотрю, он говорит не спеша. Давайте его нам в напарнике. Он смотрит в зал. Это ему доставляет удовольствие. Вот это я очень порадовался. А дочку в актерскую профессию направляете или не хотели бы? Вот, знаете, мне кажется, правильнее всего, может быть, не направлять, а оставить в покое. Оставить в покое, потому что, увы, тут ни свои желания, ни свои мозги, ни свою душу не вложишь, и ничего не произойдет. Поэтому, мне кажется, сейчас такое время, что лучше оставить молодого человека или там Глашу оставить в покое, чтобы проявилась сама душа, что она на самом деле хочет. Как здорово. Сергей, как вы замечательно работаете, мы знаем, мы это увидим и 12-го, значит, в спектакле и в сериалах смотрим. Как вы отдыхаете? Да, вот сейчас лето на пороге практически уже. И умеете ли вы отдыхать, расслабляться? Если или вы просто считаете очередной сценарий там, лёжа на пляже. Замечательный вопрос. Умеете ли вы отдыхать? Вы знаете, я правда, я стараюсь исправиться, я не умею отдыхать. То есть нервничаете, нет работы? Я не то, что нервничаю. Места не находишься? Замечательно посидеть, полежать с книгой. Всё это прекрасно, но какого-то приложения нет, и я не знаю, что делать. Даже когда уезжаем на отдых, но проходит 3, максимум 5 дней, всё, я теряюсь. Я не знаю, что мне... Это плохо. Это плохо, наверное, нужно уметь отдыхать. А на самом деле я отдыхаю, потому что очень часто я езжу и на съёмки, поэтому мне приходится отдыхать где-то недалеко. И поэтому мы с супругой, с Натальей выбрали такое место, замечательное, Конаково. Там Волга течёт широко, это красные места, леса, парки замечательные. И в то же время я могу тут же доехать, за 2 часа доехать до Москвы, пойти на съёмки и так далее. Дорогой Сергей, когда в следующий раз вы приедете в Конаково и увидите там людей в 2 раза больше, чем до этого было, знаете, где вы рассказали... Блокнотыми. Хорошо. Это действительно стоит того. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза, пока вы погуглите про Конакова, мы посмотрим по слушанию 2. Да, уже возникла такая идея. Лучшее в стране. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Я смотрю на информацию, которой не могу с вами не поделиться. 12 июня 2018 года. Премьера спектакля «Слуга 2». Господь режиссёра Нины Чусовой. И Господь. Да, и, собственно, на сцене появится наш сегодняшний гость Сергей Стёпин в одной из центральных ролей. Не пропускайте. Начало в 19 часов. Да. Театр Надежды Бабкиной. Русская песня. Да, да. Приходите, будет действительно интересно и весело. Потому что не только комедия, мы ещё там танцуем. Больше того, наш режиссёр Нина Чусова как бы ещё добавила в спектакль и танцы. И не просто танцы, а это актёрские танцы. Понимаете, это же нужно ещё играть. Это же нужно, как она говорит, лучше испускать. Лучше испускать. Да, такой термин есть у Станиславского. Вот, поэтому не от нас требуют и это. Ну, как физически нормально или нужно тренироваться? Тратится, конечно, да. Ещё вот что интересно. Я такой факт в биографии обязана просто рассказать нашим слушателям и зрителям. Вы же музыкант. Вы же занимались очень этим интенсивно. Да. С любовью и долго. Да, да, да. Вот расскажите, сейчас используете навыки. В спектакле на чём вы играете? На гитаре, на трубе? Увы, пока не пригодилось нигде. Хотя как бы и саксофон, и кларнет, и джазовые барабаны. Это всё моё. Ну, так хоть для себя поддерживаете форму? Поддерживаю форму. Не так часто, как хотелось бы. Считали мы с Сергеем. Пока, знаете, у меня была, конечно, идея купить барабаны себе домой, но я думаю, что соседи будут против. Я, значит, есть такой даже психологический поворот. Люди, которые, как бы, ну, уже так, более-менее состоялись, которые чего-то достигли в своей профессии, начинают немножко отматывать назад и... Вспоминать... Что они... Чем они не занялись? Не дозанимались. Что у них ещё осталось? Что болит, да? Что болит? Почему душа болит? Музыка. Музыка, конечно. Так. Ну, это всё реально же для вас. Когда чего по музыке? У меня даже навык есть у вас. Да, 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 да. Но, к сожалению, я сейчас нигде не играю, вот. Но этот навык, он просится у меня наружу, вот. Потому что я вот несколько месяцев назад я занимался на сафоне, вспоминал. Помнят руки? Класс. Помнят, помнят. Действительно, я даже не ожидал, что какие-то пассажи у меня достаточно быстро получаются. Но ещё более сложный инструмент – это кларнет. Это, наверное, самый сложный инструмент. Вот. И джазовый барабан – это, конечно, вот эта ностальгия. Как только я вижу барабаны, как только я вижу саксофон, кларнет, я не знаю, что со мной начинает твориться. И так мы, друзья, понимаем, что Сергей из музыки предпочитает, конечно, джаз. Да, это джаз. Потому что я работал в джазовом оркестре, вот. И в армии всё, так сказать, музыка. В армии, конечно, да, в оркестр военный. Но у меня была замечательная армия. Я служил на границе, вот ещё раз хочу сказать. Да, я служил и в оркестре, я служил и на заставах, я служил и в кавалерийском отделении. У меня была своя лошадь. Сейчас, кстати, не помню, как её зовут. Вот. Ну, ладно. Помните ли, какое звание у вас было? Да. Так. Ефрейтор. Ну, слушайте, я тоже был Ефрейтором в связи, да. Это замечательно. Я хочу ещё раз поздравить всех поградцов с Днём пограничника. Вот, как я называю так. Пожелать им всего самого хорошего. И сказать, что бывших пограничников не бывает. Поздравляю всех. Это точно. Мы тоже присоединяемся в очередной раз. То есть музыка ещё и душа требует. Конечно. Я желаю вам, чтобы всё-таки вы нашли возможность где-то проявить свои музыкальные таланты. Или в кино, или на театральной сцене. Что касается кино, что ещё вот в 2018 году нам ждать? Дайте какие-нибудь заманушечки. Вы знаете, да, мы вот и зимой, и весной снимали такие пилотные серии. Вот, хотя, вот, мне кажется, ну, может быть, я не буду сейчас анонсировать эти фильмы, потому что это уже сделает канал, на котором это будет. Вот, но я хочу сказать, что тот же канал, который заведует юмором, вот, будут новые премьеры смешные. Вас зовут, приглашают. Да, да, вот мы недавно, скажем так, отметили шапку, то, что закончили снимать. Вот, был режиссёр. Естественно, все артисты подбегают и спрашивают, ну, как, как? Потому что режиссёр — это такой человек, режиссёр кино. Он даже, наверное, приступая, когда он снимает фильм, он уже для себя его снял, он уже смонтировал, уже посмотрел. Понимает, что и что. И уже титры, ему только остались титры, я буду доложить. Вот, ну, будет весело. Класс. Это будет, наверное, будет премьера к Новому году, потому что такая новогодняя история, она очень трогательная, смешная, про любовь и не только. Ну, я, как всегда, по юмору. А преподавательская деятельность какая-нибудь присутствует в вашей жизни? И хотели бы вы. Жизни, да. Всё-таки большущий опыт у вас. Взять кафедру актёрского мастерства. И характерный актёр вы являетесь человеком, который, ну, характерных актёров обожают, любят. И хотелось бы учиться у вас. Ну, вы знаете, всё это как постольку-поскольку. Вот, те же сегодняшние репетиции «Слуга двух господ», которые сейчас вот уже оттачиваемо, что называется. Вот, тоже, конечно, и мне что-то подсказывают, и я что-то подсказываю. И это нормально. И нет таких, знаете, юношеских закидонов по поводу того, что не подходите ко мне, что вы мне такое говорите, да вы кто, да я, да... Нет, нет. На самом деле, все взрослые люди, там, вот, Володя Капустин, ну, вот, ещё раз говорю, Валера Ерёменко, Олеси Сузиловской, мы друг другу всё что-то подсказываем, потому что не всё актёр может видеть со стороны. Ну, тут больше вопрос. Вы бы сами хотели преподавать? Может быть, были такие мысли? Взять себе кафедру? Спасибо. Ну, если будет возможность, я как бы очень подумаю и потом скажу. Курс Сергея Стёпина, мне кажется, вот это звучит красиво. Да, в Афгике, например. Спасибо. Друзья, ну что же, мы ещё раз приглашаем 12 июня в 19.00. Состоится замечательный спектакль, его ещё можно посмотреть, купить билет, вернее, «Слуга двух господ», театр Надежды Бабкиной «Русская песня», 12 июня, 19.00. И, собственно, наш гость Сергей Стёпин будет вас ждать. Да, 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 да. Приходите отдохнуть вечером, знаете, после жаркой, надеюсь, Москвы. Будет очень интересно, весело. Будут и песни, и танцы. И, прежде всего, хорошее настроение. И хорошая компания. Спасибо вам за хорошее настроение на театральной сцене, на киноэкранах, ну и, конечно, здесь, на стране. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. Очень приятно.